Всем привет, друзья, и наконец наступил тот день, когда мы сбежим с этой тюрьмы. Наконец-то я собрал все вещи, которые мне потребуются для побега. Оказывается, для побега нам потребуются целых два ключа. Это оранжевый ключик и красный ключик. В общем, я целых пять дней искал этот грёбный ключик. И почему сейчас меня наругали? Но, да ладно. В общем, для побега нам потребуются два ключика, оранжевый и красный ключик. Красный ключик нам потребуется прям в самом конце. Это просто капец. Я этот ключ просто дофига времени выбивал, но наконец-то он у меня появился. В общем, ребят, сегодня меня проверяют, но, по-моему, запрещенных предметов у меня нету. Так, офицеры, просто отстаньте от меня, пожалуйста, и не мешайте мне делать свой побег. Всё, мы находимся в своей камере, у нас есть уже всё, что нам понадобится. У нас есть чучело, два ключика, в общем, все-все-все предметы, которые я просто не хочу сейчас перечислять. Просто беру зубную пасту, выключаю одну камеру. Что мы будем делать с Русланом? Ну, да ладно, Руслан, если ты поднимешь тревогу, фиг с тобой. Слава богу, Руслан нас не спалил. Так, берём красный ключик, берём форму, прямо сейчас переоденемся, наверное. Да, форму заключённого встанем здесь. Берём все остальные предметы, да, теперь у нас целых пять предметов. И, в принципе, всё, выходим из своего убежища. И, в принципе, проверяем, все ли предметы мы взяли. На первый взгляд, вроде бы, всё. Да, идеально, шоколадки я не стал брать, потому что один слот мне потребуется, чтобы туда взять этот грёбный плакат. Господи, слава богу, здесь никого нету, мы просто снимаем этот плакат, закрываем с собой, выключаем генератор, поднимаемся наверх и начинаем ломать эту вот стенку. Эта стенка у нас ломается с первого раза, потому что там осталось всего лишь-то 20%. Да, теперь мы включаем генератор, опять выключаем его и, в принципе, идём наверх. И вот здесь у нас уже решётка под напряжением. Да, именно из-за неё мы включали генератор этот. Сейчас мы её быстренько сломаем. А дальше у нас будет такой навесный переход. И там уже будет вот такие вот прожекторы. Да, вроде как, если мы на этот прожектор попадём, то нас спалят. Но я сейчас в форме офицера. И, по идее, мне ничего бояться не надо. Ну, ребят, я всё равно ссыкую. Этот заборчик, как видите, у нас вроде бы тоже под напряжением. Так что давайте сейчас очень быстро попытаемся его сломать. У нас есть крепкие кусачки. С помощью этих крепких кусачек мы ломаем посылок 20%. И, ребят, мы, слава богу, мы успели. Дальше у нас решёток под напряжением не будет. Вот генератор включился. Но, да ладно, нам пофиг. Сейчас мы просто юзаем навесную переправу. Катимся. И вот у нас следующий заборчик. Теперь он не под напряжением, обычный заборчик. И, господи, опять его ломаем. Это, по-моему, последний заборчик. Больше мы ломать ничего не будем. Делаем последний удар. Опять катимся по верёвке. Так, давай, прыгай. Отлично, оказываемся на крыше. Теперь мы с этой крыши спускаемся с помощью верёвки. Отлично. И теперь, по идее, нам потребуется красный ключ, чтобы пройти через эти двери. И, по идее, никаких мин, надеюсь, там не будет. И мы просто сбежим отсюда. Наконец-то! Господи, слава богу, ребят! В общем, ребят, я эту тюрьму пытался пройти очень долго Если вы смотрели стримы, то вы знаете То, что я реально очень долго пытался Я доходил до этой красной двери Но тогда у меня не было этого красного ключика И, соответственно, сбежать я не мог Я попробовал выбраться как-то по-другому Но... Возле дороги меня поджидали мины И я просто там взорвался В общем, наконец, ребят, я сбежал Я очень рад И, наконец, господи, я могу начать играть в новую тюрьму В общем, ребят, если вам понравился этот побег То вы можете поставить лайк, позвать друзей Ну а с вами был Дима и всем пока